Всем позитивного времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Evil Fluff, и сегодня мы с вами посмотрим грядущее обновление Горизонты. И сразу хочу обратить ваше внимание, что материал записан на тестовом сервере, и к моменту релиза некоторые моменты могут измениться, как и баланс, о котором мы поговорим и рассмотрим наглядно во втором ролике, непосредственно перед выходом на лайв сервера, чтобы не возникло путаницы и пустословия. Итак, давайте начинать! Пожалуй, самое неоднозначное и в то же время весьма захватывающее обновление за последний год, как по мне, которое значительно встряхнет Альбион, и устоявшиеся принципы не только многих активностей, но и рыночные отношения. Начнем с Королевского континента. Во-первых, нам меняют все вокруг городов, по паре локаций желтого тира с пятого на шестой тир. Также пара локаций синего цвета изменит свой тир с четвертого на пятый, включая знакомые многим собирашкам локации с большим спотом биомного ресурса, благодаря чему теперь мы сможем собирать пятый тир ресурсов. Но не все локации такого типа обзавелись плюс одним тиром, что, как по мне, говорит о недоработке, либо возможные ошибки. Так, к примеру, пен учав со спотом руды, осталось четвертого тира, в то время как остальные споты получили пятый тир локации. Надеюсь обратить внимание разработчиков к данному нюансу. И пока все на тестовом, либо перед релизом данную оплошенность надеюсь исправить. Также, открыв карту локации, под ее названием мы с вами сможем увидеть все модификаторы, что на ней действует и какой процент заработка славы, серебра и лута нас будет там ожидать. Также на локациях появятся рандомные динамические споты ресурсов. Пока не готов сказать о точной схеме их появления. Будет ли это зависеть от технических работ, либо по определенному таймингу, наподобие месторождения ресурсов и отталкиваться от профработ, нам не придется. Во-вторых, как и во Мгле, на локациях нас будут ожидать тайники, которые будут становиться видимыми по мере приближения к ним и обладать такой же зоной пвп, как и сундуки, которые, к слову, никуда не пропали. На локациях мы также будем встречать с вами авалонских дронов-кладоискателей, что меня весьма удивило. И как вишенка на торте динамические лагеря, что будут появляться и пропадать. Они будут разделяться на одиночные и групповые, зачищать которые мы сможем как в соло, так и в группе. Аналогично форпостам из Мглы. Для начала данной активности нам достаточно зайти в зону такого лагеря. И у нас появится шкала с определенной суммой славы, что мы должны набрать в данной зоне для получения доступа к сундуку. Но в большинстве случаев, обладающих там мобов, будет недостаточно, чтобы заполнить шкалу за раз. И придется ждать их появления повторно, что повышает вероятность пвп стычки. Тут, как и в Мгле, вокруг лагеря будет пвп зона. Сундуки же у каждого члена группы будут разные. И, к примеру, у одного может быть фиолетовый, у другого зеленый. Для открытия данного сундука нам дается 10 минут. И время начинает тикать, как только мы заполним шкалу славы. Что случится после окончания 10 минут, непонятно. Сколько не ждал после окончания таймера, сундук все так же был активен и доступен для нас. Но в отличии от Мглы, убийства ресурсных мобов и мобов, что окружают лагерь, не помогают заполнять шкалу славы для данного лагеря. И учитывается убийство лишь тех мобов, что находятся непосредственно в лагере и появляются там со временем сами. Но, помимо всего прочего, нас будут ожидать отдельное логово боссов, которым нас будут проводить обрывки карт, находить которые мы будем в лагерях, либо скоплениях мобов на локациях. После активации такого обрывка, нам откроется путь к логову, после входа в который, нас ожидает 5-10 мобов и босс логова. По сути, это карликовые сольники, группики для ленивых, где мы минуем все этажи и попадаем сразу к боссу с сундуком. С такой же ленивой наградой, впрочем. Но после закрытия такого логова, карта логова станет активной вновь, что позволяет обузить данную механику нон-стопом. Во всяком случае, в лагерях это работает так. Нашли карту, зачистили мобов, активировали обрывок, узнали место логова, отмутузили босса, вернулись в лагерь, зачистили мобов, активировали обрывок, отмутузили босса, вернулись и повторили. Повторять пока не надоест или не возникнет рвотный рефлекс от происходящего процесса. Вход, к слову, в логово, также закрывается, как в сольниках и группиках, спустя 90 секунд. Правда, мы в такое время уже либо приветливо машем боссу ручкой, либо помогаем ему найти пятый угол его же логова. И вот мы подошли к шестым локациям желтых земель. Во-первых, нас будет ожидать статик Морганы шестого тира, который мы обязательно протестируем в соло. Ресурсы шестого тира, включая аспектов и аспектиков шестого тира, что не может не радовать. Думаю, вы понимаете, что ресурсы и предметы шестого тира теперь немного обесценятся. Также нам будет дана возможность охотиться в желтых локациях, что также понизит стоимость некоторых алхимических ингредиентов, как и алхимических зелий и, вероятно, посохов оборотня. Групповые подземелья, хочу вам сказать, затронули в более приятную сторону. Теперь их фармить в группе выгодней, нежели в со-слэш-ду. Да, и мобы становятся заметно сильнее при зачистке группы игроков. К сожалению, либо так шутил рандом, и сундуки выдавали свой привычный цвет, либо еще не завезли механику рандомного цвета сундуков, как в статиках. К слову, о последнем. Скорее всего, бах! Но с шансом в 50% теперь мы не получим ничего с сундука. Напоминаю, сервер тестовый и, возможно, всякое. Но стоит призадуматься. А вот, к сожалению, прокачивать пробужденное оружие 6.4 и выше в 6 локации желтого цвета не выйдет. А потому все так же придется ходить в красные, либо черные земли. Добавили новые разделы в журнал Альбиода. Теперь мы сможем выполнять задачи, связанные с фермерством и островами, а также общением и ельдийским контентом. Естественно, с новыми рамками, аватарами, скинами и уникальными предметами. Гардероба. Вкладка с ПВЕ-активностями также пополнилась разделом с лагерями и логовами, расположившись между статическими и групповыми подземельями, отбросив игроков, кто не получил скины или предметы гардероба, еще больше назад по шкале прогресс. Вполне вероятно, что в будущем нас будет ожидать дополнительная вкладка, которая будет включать в себя все ивенты, которые возможны в Альбионе. И в течение года нам придется их заполнять. Вполне неплохо для разнообразия, но скин на бронированную лошадь мне как-то не очень. А вот о покупке бучка уже задумываюсь сейчас. Также произошли изменения интерфейса, добавив в инвентарь новые возможности. Поиск предмета по названию. Собрать предметы в инвентаре, укомплектовав слоты. Сортировать по установленной настройке и задать те самые настройки самим, в которых мы сможем задать размер отображения предметов. Большой, средний, маленький. А также сортировать предметы по весу, тиру или ценовому аспекту. Появилась иконка быстрого доступа к гардеробу и быстрого переключения наборов предметов, что не может не радовать. Вверху появилось отображение мощности предметов и возможность свернуть и развернуть отображение экипировки, позволив увеличить обзор инвентаря при необходимости. Также в сундук добавлена функция быстрого ремонта предметов, как и возможность переместить все в инвентарь или из инвентаря в сундук, за что отдельное спасибо разработчикам. Весьма удобно. И куда же мы без долгожданной настройки худо? Теперь в меню настроек нам доступна соответствующая вкладка, благодаря которой мы сможем настроить под себя отображение и расположение всего, что мы видим на экране. От рамок персонажей, иконок, способностей и эффектов, действующих на нас, до их размера и прозрачности, с настройкой которого ни у кого не должно возникнуть проблем. Для того, чтобы получить доступ к меню определенной рамки или иконки, нам нужно всего лишь нажать на нее, выбрав ее тем самым. И благодаря этому мы сможем не только перемещать ее по экрану, меняя место расположения, благодаря выскочившему меню дополнительно, как вы видите на экране, мы можем либо полностью убрать данное отображение, либо же скрыть его, сделать прозрачным, либо изменить его размеры, либо масштаб расположения. Одним словом, пробуйте, экспериментируйте и подстраивайте все под свое удобство, дорогие друзья. За что также жирный лайкосик разработчикам и спасибо за труды. Отдельно, хотелось бы сделать небольшой вброс. На тестовом сервере все карты были удалены, а вот те, что лежали по сундукам в разных городах, изменили свой грейд зачарования с Тир.0 до Тир.1. Бах ли это, я пока не знаю. Либо наталкивает на определенные мысли, решайте сами. Кто не понял, я поясню. При таком раскладе, 5.0 карты после обновы станут 5.1, что весьма выгодно, закупить 5.0 карт, пока они копейки стоят, и использовать самим, или продать после обновы, поскольку они станут 5.1, заработав на разнице, весьма ощутимо. Но тут, кто понял все моменты, тот понял. К чему все может привести на самом деле, я не берусь сказать. Возможно, просто совпадение. И я более точно напишу и опишу данный момент во вкладке «Сообщество». Но заранее, подкупив немного карт, подготовиться ко всем возможным изменениям, нам никто не запрещает. Теперь, касательно безопасного портала. У каждого будет время, чтобы самому сложить о нем мнение. Но без премиума, даже не стоит думать им пользоваться. Если у вас нет под матрасом станка, что чеканит серебряные монеты. Порт в 4.3 предметах, что вы видите на экране, обойдется вам в 104 тысячи серебра. При возвращении в город и повторном прыжке, за нас уже дополнительно будет сниматься плата за повторное использование. И кулдаун у такого вот использования 30 минут. То есть, без наценки, мы сможем пользоваться данным порталом 2 раза в час. При прыжке с инструментом и паре предметов 8.3 тира, цена составит 1 миллион 600 тысяч плюс. Весьма ощутимо. И не факт, что мы вернемся или попадем туда, куда нам нужно. Ну или хотя бы приблизительно в приемлемую локацию. Каждый портал действует лишь в зоне своего биома. Огромным плюсом является то, что портал хоть и виден остальным игрокам, но лишь в момент нашего выхода из него и входа в него. Все остальное время он скрыт от глаз и становится видимым при нашем приближении к нему. На карте локации он также отображается для нас, что весьма удобно. И нам не придется напрягать память, запоминая какой-нибудь затейливый булыжник, как ориентир. Также нам будет доступна дорога домой по тарифу такси в час пик возле аэропорта с тройной наценкой за кофе, которого нет. 300 с плюсами тысяч. Итого нужно будет заплатить 2 ляма плюс за прогулку по черным землям с припиской безопасно. Это если нам не помогут добрые люди сэкономить на перемещении в город, избавив от всего обременяющего нас в данном путешествии. Премиум аккаунт конечно же делает данную процедуру менее дорогостоящей, но все еще не настолько привлекательной, чтобы захотеть ею воспользоваться. Но тут каждый решает для себя сам, друзья. Я лишь показал, рассказал и поделился своими мыслями на этот счет. Неплохой вывод серебра из игры, да, но в плане полезности для игроков сомнительно на данный момент. В качестве бонуса теперь на локациях красных и черных земель будет показано приблизительное количество гангеров, что находятся на данной локации. От 0 до 6, если больше и диапазон увеличится. Учитывайте тот нюанс, что если у вас включен ПК режим, то вы также будете всчитываться, как и ваши союзники, в этот диапазон. Что касается лагерей и мобов за пределье, все осталось без особых изменений и в 4-3 можно фармить с мастерками мобов, без особого напряга. Но вот в соло про кристальных монстров уже можно забыть, боссов забирать 50 на 50 в озвученном сете. Теперь, что касается кристальных монстров, жуков 7 и 8 тира можно забирать в дуо, в связке ДД плюс хил. Я не тестировал все возможные варианты связок, говорю сразу, друзья. Но хил одет в священные 4-3 и все предметы такого же тира в отличном качестве. ДД 6-4 призыватель и 4-3 голова с ногами, 8-3 тело. Его очень удобно забирать через кайт и вполне можно обойтись 6-2 призывателем и 8-1 телом, если говорить о конкретном билде. Если знать его способности и очередность сдачи способностей, с чем я хотел бы вам помочь заранее. Называйте его способности для себя как хотите или как вам удобней. Я же проименую его способности как мне удобней. В начале боя получает пару-тройку ударов и затем дает под себя разлом, что наносит периодический урон тиками. Нужно быть внимательным мили билдам. Дальникам не холодно, не жарко от данной способности. Главное носочек вовремя убрать. Второй способностью подлетает в воздух и пиркирует по прямой перед собой. Будьте осторожны. Отталкивает, чем можно заагрить окружающих мобов и получить ощутимый урон, который зависит от нашего полета. Чем дольше и дальше летим, тем больше дамага получим. Естественные препятствия сопутствуют уменьшению дамага, как ни странно. Следом идет дискотека с мыльными шарами, ловя которые мы будем восстанавливать себе манну. И попутно есть пара секунд, чтобы разорвать дистанцию с жуку. 35-40 метров. Иначе получим заряд подрящего позитива. По завершении идет на сближение и ударит молнией со стороны морды перед собой. Достаточно просто выйти из данного квадрата. После начинает повторять процесс с дополнением, что перед полетом и после того, как даст разлом под себя, в течение короткого времени начинает активно автоатаковать. И все по сути. Зная его способности и их очередность, привыкнув плюс-минус к таймингу, проблем с его аннигиляцией не должно возникнуть. А вот с Коброй все не так радужно и просто. И тут придется попотеть. Она обладает большим набором АОЕ способностей, что наносят урон по площади и травит понемножку. Наносит урон АОЕ способностей через того, кто у нее в таргете, о чем будет сигнализировать белый круг, что будет замыкаться вокруг цели. Наносит урон всем, кто рядом с нами. Будьте внимательны, после призывает круг с морозным кристаллом или засулькой, засульками, что наносит урон по площади. Накапливается до трех раз одновременного расположения на локации. На того, под кем появится данная зона, будет указывать красная стрелка. Думайте, где располагать данные способности. У нас будет пара секунд. Следом идет конусный таргет того, на ком висит агр и бьют молнии. Будьте внимательны, из-за того, что конус перед коброй красный, плохо видно квадратную зону поражения молнией в конусе. Еще и замедляет цель. Лучший вариант действия на первых порах. Постоянно двигаться, желательно от своих союзников. И далее следует цикличное повторение способностей по кругу. Как вы видите на экране. Теперь кристальных существ будет видно, лишь по мере нашего приближения к ним. Что немножечко обезопасит их аннигиляцию. На данный момент это основные значимые изменения, что нас ожидают. Ближе к лайв серверу я допишу в сообществе и опишу, либо сделаю ролик о изменениях, которые произошли за время теста и изменения, связанные с аппом или нерфом, предметом или способностью. Пишите свои предложения, дополнения и вопросы в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-либо обсудить. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком решать только вам, друзья, как и подписка на канал. Приятной всем нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч! Продолжение следует...